Нас на каждом шагу пугают какими-то страшными вирусами, но почему-то одни люди болеют, постоянно едят таблетки, носят маски, колят разные вакцины и все равно продолжают болеть, а другие ничего этого не делают и не заболевают. Так в чем же дело? Давайте разберемся с этими вирусами раз и навсегда и в самом конце ролика раскроем главное противовирусное средство от любого вируса. Осознание Когда в 1892 году русский ученый Дмитрий Ивановский описал возбудителя болезни у растений табака, вряд ли он догадывался, что открыл новое направление в медицине, а его самого назовут одним из родоначальников вирусологии. То, что он обнаружил, было обычным вирусом табачной мозаики. Но в том-то и дело, что до этого момента наука понятия не имела ни о каких вирусах. Точнее, вирусами называли все возбудители болезней, невидимые невооруженным глазом. Впервые вирус удалось увидеть в электронный микроскоп лишь в 1939 году. Но так ли он опасен, как нам про это рассказывают по телевизору? Как вы считаете? Напишите ваше мнение в комментарии под видео. Вирусы, в отличие от животных, растений, грибов и бактерий, не имеют клеточного строения, но при этом сами могут воспроизводиться только внутри живых клеток. А до этого больше напоминают безжизненные капсулы. Так что ученые до сих пор спорят, считать их живыми организмами или нет. Ведь до того, как они попадут в живой организм, вирусы не проявляют никаких признаков жизни. Грипп, оспа, ветрянка, бешенство, гепатит, герпес, клещевой энцефалит – эти заболевания считаются вирусными. На сегодня их описано около 6000. Вирус с латыни переводится как «яд». Хотя не все вирусы вредны для нас. Некоторые даже сотрудничают с человеческим организмом, например, убивая раковые клетки и совершенно не трогая здоровые. Антибиотики против вирусов бессильны, но существуют противовирусные препараты, и, к слову, многие из них разработаны были задолго до официальной даты открытия вирусов. Вот мы подобрались к самому интересному. Оказывается, на Руси к вирусам относились принципиально иначе, чем мы сейчас. Кроме того, уже тогда были вещества, обладающие мощным противовирусным действием. Вот такой парадокс. Вирусы еще якобы не открыли, а средства от них детально разработаны. Случайность, скажут сторонники официальной науки. Но как вам такое мнение? Доктор медицины Попов, выпустивший книгу «Русская народно-бытовая медицина» по материалам этнографических исследований князя Тенишева, проанализировав сотни собранных уникальных рецептов, пришел к выводу. Все это невольно внушает мысль о том, что развитие народа когда-то давно во многом было гораздо выше, чем теперь. Вот почему нам кажется, что знахарство не есть выдохшаяся мертвая формула, а оно глубже, чем это кажется с первого взгляда. Оно проникает в жизнь народа и коренится в народном мировоззрении. Но мы пока так и не ответили на вопрос, как относились к вирусам на Руси. Ответ вас удивит. Их просто не замечали, хотя в случае необходимости знали, как с ними бороться. Жак Маржерет, французский капитан наемных войск при Борисе Годунове в своей книге «Состояние Великого Княжества Московии» в 1606 году писал. Среди русских много людей пожилых, 80-летних, 100-летних, либо 120-летних. Только в этом возрасте они подвержены болезням. Они не знают, что такое врач, разве что царь и некоторые главные вельможи. Они даже считают нечистым многое из того, что используется в медицине, среди прочего неохотно принимают пилюль. Согласитесь, это сильно расходится с официальной версией истории, написанной для нас немцами в XIX веке. Толченый чеснок, красный мед, тертую редьку в народе считали эффективнее любых пилюль. И, конечно, баню с березовыми и другими целебными вениками. Идут в барельню столь жаркую, что почти невозможно вытерпеть и остаются там, пока не попотеют час или два и так поступают при всякой болезни. Также Маржерет описал удивившее его купание в ледяной проруби, которое было распространено даже у монарших особ. Западные ученые до сих пор считают эти методы варварскими и навязывают нам свои. Это идет, видимо, еще с тех пор, когда Европа болела чумой и удивлялась русским баням. Жар, холод, антивирусные препараты, даже современная медицина не придумала ничего лучшего. А еще разумное самоограничение в питании, тепле, комфорте, плюс владение своими мыслями и эмоциями. Николай Карамзин в истории государства российского писал «Для наших предков столетний возраст был настолько обычным, что у славян столетие называлось веком, то есть жизнью человеческую. Но на самом деле жили гораздо дольше». Кинохроника 1912 года сохранила нам лица участников сражений 1812 года. Это былинные крепкие старцы в возрасте от 115 и выше. Многие из них родились еще при Екатерине II. О болезнях действительно большинство начинало вспоминать на 80-летнем рубеже. И в основном вовсе не по причине дряхлости или износа организма. Но давайте обо всем по порядку. Болезни на Руси еще с ведических времен считались позором, ведь они отражали духовное несовершенство человека. Это понимание до наших дней сохранилось в индийской версии ВЕТ. Кто оскорбляет других, нарушает обещания, лишает других собственности, поручит их имя, получает ментальные болезни. Скупой человек страдает от легочных заболеваний, лицемеры получают болезни кожи, сплетники, болезни ушей. Мужья, которые жестоко обращаются с женами, получают сердечные болезни, хроническую зубную боль и больные бочки. Все это в подробностях описано у известного популяризатора йоги и духовного учителя Свами Шивананда. На Руси болезни считались прямым следствием нарушения божественных законов, законов прави. Их несоблюдение приводит к потере духовных ориентиров и забвению своей истинной природы. Человек, не желающий поддерживать в себя внутреннюю гармонию, тем самым отрекается от духовного водительства богов и предков. Душа и тело изначально существуют в гармонии друг с другом, но когда человек не соблюдает духовные законы, идет против них и своей совести, он утрачивает эту гармонию, в результате чего возникают болезни. Особенно тяжелые заболевания поражали тех, кто шел против собственного рода, нарушал родовые законы. Сегодня к этому пониманию приблизилась психология и психосоматическое направление медицины. «Чистому все чисто», — говорили на Руси. А потом у духовно чистые люди бесстрашно входили в дома даже к пораженным смертельно опасной черной оспой или чумой. Кстати, с эпидемиями у нас боролись гораздо эффективнее, чем в Европе. Люди старались не покидать своих домов, поддерживали телесную чистоту, тщательно обрабатывали домашнюю утварь кипятком, целебными настоями и окуриваниями, а зараженные вещи и даже жилье безжалостно сжигали. Даже сегодня такие меры назовут достаточно действенными. А ведь еще надо учесть, что в распоряжении предков были мощные противовирусные препараты. В конце мы перечислим самые эффективные из них. А теперь вернемся к древнерусским старцам с богатырским телосложением и зададимся вопросом, почему они все-таки в преклонном возрасте были подвержены болезням, несмотря на самый высокий духовный уровень. В нем-то все и дело. Поднявшийся до такого уровня человек уже может отрабатывать кармические долги своего рода. Болея сам, он исцеляет тем самым свой род и обеспечивает его дальнейшее развитие и духовный рост. В фильме о природных вакцинах мы уже давали средства, повышающие иммунитет. А теперь, как и обещали, приводим самые эффективные противовирусные лекарства, которыми пользовались предки. Здесь мы даем только те из них, чье жестко направленное действие против вирусов подтверждено наукой. Экстракт плодов и соцветий бузины черной эффективен против различных штаммов гриппа. Душица, шалфей, базилик, острогал – мощное антивирусное действие против множества инфекций. Что касается привычного всем шалфея, то он способен подавлять даже вирус иммунодефицита человека. Солодка – очень мощное противовирусное действие, особенно при заболеваниях легких, эффективно даже при вирусной пневмонии. Чеснок и лук помогают против различных штаммов гриппа, вирусной пневмонии и риновируса, вызывающего обычную простуду. Мелисса – концентрированный источник эфирных масел эффективно против вируса птичьего гриппа и энтеровируса, вызывающего тяжелые заболевания у детей и домашних животных. Мята, розмарин, эхиноцей, одуванчик справляются с гриппом, вирусным гепатитом и редкой, но очень опасной лихорадкой ДНГ, возникающей после укусов москитов. Брусника, голубика, горчица, содержащая природный антибиотик куркумин и другие полезные вещества, а также калина красная, капуста, клюква, малина, черная смородина, мед, прополис – эффективны против широкого спектра вирусных болезней. Судите сами, уже в 20-е годы прошлого века было установлено, что мед убивает возбудителей брюшного тифа, дизентерии, сибирской язвы и даже действует на трудно излечимый золотистый стафилококк. Облепиха, редька, хрен, который, как известно, редьки не слаще, еще в ведические времена считались действенным средством при болезнях верхних дыхательных путей. И вот что интересно, несмотря на то, что сегодня 25% всех медицинских препаратов изготовлено из растений, старинные рецепты не торопятся изучать. Самым масштабным считается исследование, которое провели в Англии, в Ноттингеме. Ученые исследовали 288 видов растений, чтобы обнаружить их противовирусные свойства. И это при том, что в старинных травниках описаны средства, помогающие при болезнях, которые и сегодня считаются неизлечимыми. Например, всем известно, что сегодня единственным средством против возбудителя бешенства считается прививка. Причем, если она сделана позднее, 10 дня после укуса, больной погибнет. Но еще в лечебнике доктора Куринова описывался молочай-паласа как эффективное средство, позволяющее выхаживать больных даже на стадии проявления водобоязни. Интересно, это кто-то пытался хотя бы проверить? А ведь растительные средства – это лишь вершина айсберга. Все самое интересное сокрыто еще глубже, чего стоит хотя бы уже упомянутая банная процедура или хождение по угле. Самые внимательные спросят, а где же обещанное главное противовирусное средство? Паника – это половина болезни. Спокойствие – это половина здоровья. Это цитата великого ученого древности Авиценны. Если мы понимаем, что наше внимание – это энергия, то давайте усиливать наш с вами иммунитет, а не вирусы. Сегодня мы только приходим к пониманию, что в основе исцеляющих методов предков лежат мощные энергоинформационные технологии, основанные на знании энергетической структуры человека и окружающего его мира. Удивительно, что некоторые методы народного лечения стали достоянием современной научной медицины лишь недавно, тогда как в народной медицине они практиковались тысячелетиями. Многие до сих пор так и считают, что все эти методы пришли к нам или с запада – внушение энергоинформационной технологии, или с востока – иглоукалывание, массаж, прижигание, в то время как они использовались на Руси с незапамятных времен. Ставьте палец вверх, если считаете ролик полезным. Обязательно делитесь им в соцсетях и мессенджерах, так каждый может поспособствовать тому, чтобы здоровых и здравомыслящих людей стало больше. И не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. ОСОЗНАНИЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok